Поехали! Всем привет! Сегодня у нас 18 мая. В гостях нас Артём Коршун. Правильно назвал фамилия? Да, всё правильно. Так что задавайте вопросы. У нас никакого нет тематики определённой. Мне кажется, просто надо задавать вопросы. Артём расскажет. Может быть, что-то я добавлю, что-то он добавит. Ну и, как обычно, получи максимум информации. Вот читатели прям сразу написали. Сколько времени поднимался в Амазоне? Ну, в Амазоне мы аккаунт зарегистрировали в июне прошлого года. А фактические продажи начались 1 сентября прошлого года. Ну, по сути, сколько-то? 9 месяцев. Поздравляю со статусом мужа, красава. Уже поздравними пошли. Не успели начать. Да, спасибо. Спасибо. Хорошее начало. Давайте вопросы, ребята. Какие сейчас успехи? Ну, последнюю последнюю цифру там пиарили в видео 166 тысяч было до оборота. Сейчас 192. Я только что смотрел. Провалились последняя неделя в связи со всеми известными изменениями алгоритма. Ну, ты расскажи, вот твое впечатление по этим алгоритмам. Очень интересно, потому что у меня и свое впечатление. тоже поделюсь. Ну, я вам так скажу. Я так как активно юзал вихрь, да, по всем продуктам, то я, наверное, максимально и ощутил падение, да, это... Причем, нельзя сказать, что это там падение по всем ключам. Я вижу на сегодняшний день колбасит именно позиции по всем ключам, именно идет вверх-вниз без всякого видимой и невидимой причины. То есть я пытался даже там анализ проводить. Залазил в рекламу, да, что-то выгружал, конкретную дату и бил ключ, смотрел, были ли продажи по этому ключу в этот день, да. Продажи идут, а ключ валится. То есть, ну, что неестественно вообще, то есть обычно наоборот, да. То есть берем загружаю все ключи в Амзераж, да, и сейчас у меня красная страница, ну, буквально. Ну, я понял. Ну, у нас я, вот мы занимаемся продвижением, у меня тоже в этом Амзеване куча, куча тестированных товаров. Вот прямо сейчас мне только человек написал, там, просит возврат денег, потому что у нас как бы стопроцентный возврат денег, если мы не продвинули. Вот, я, многим уже деньги вернули, многие оставляют, говорят, не проблема, сейчас посмотрим, потому что реально сейчас ситуация у всех одинаково по большому счету. Сейчас вот единственное, могу сказать, там, у Владимира вроде как бы идет продвижение, но он занимается высокочастотниками, идите от меня, там, он обещал скидку сделать. Кому очень срочно надо продвинуть, ну, или кто с ним работал, так что вперед из песни, так скажем. Вот, кого я знаю, именно кто продвигал, особенно кто продвигал вручную, те сейчас на данный момент все в жестком формате перестраиваются, потому что реально вот эту неделю просто товар прыгает вверх-вниз, спрос непредсказуемый, трафик льешь-не льешь, можно не лить, он поднимется вверх, можно лить, он и наоборот опустится, то есть, ну, непонятная история. Надеемся, что где-нибудь, уже в принципе есть позитивные сдвиги, надеемся, через неделю или со следующей, ну, где-нибудь через неделю, через 10 дней все стабилизируется, но сейчас на данный момент, если честно, зависит не от нас, мне кажется, от Амазона больше, они там что-то нового придумают, мы-то в любом случае перестроимся, потому что алгоритмы всегда были и будут, то есть, они все равно будет какая-то закономерность, которой можно будет пользоваться, какие-то, в любой системе есть брешь, но если Амазон будет постоянно там что-то менять, мы ничего не сделаем. Я сейчас в диалоге нахожусь с тремя разными исполнителями, помимо Sales Hub по продвижению, да, три разных исполнителя, да, и все трое взяли паузу. Ну да, ну вот, мы взяли паузу тоже. Я тебе говорю, только Владимир, обратись, он говорит, у него все нормально работает, то есть, я уже человек пять отправил, я не знаю, сколько там начали работу, но он 15 мая вышел, говорит, это самое, как несколько человек продвинулось, но он себя специализировал исключительно, я ему всегда давал или сложных клиентов, ну, какие-то сложные ключи высокочастотные, или, соответственно, там, какие-то там другие моменты занимались. ну сейчас на данный момент из тех, кого я знаю, знаю многих, вот, у него вроде работа идет, больше, больше не знаю. Так, все, вернемся к вопросам. Только продукты или книги? Только продукты, книг нет у меня. Я даже больше скажу, я сижу в одной категории, не распыляю усилия, там, развиваешь в ширину, мы лупим сейчас количеством товаров в ширину. Понял. То есть, сейчас на данный момент одна ниша, помимо этой ниши, у тебя как, или вариации, или просто похожие товары из этой ниши, например? Похожие товары, вариации, честно говоря, в последнее время мы откажемся от вариаций, в принципе, а если вариация ходового товара, то мы выводим на отдельный листинг, потому что это уже не вариация, это как отдельный листинг, отдельный товар, отдельное продвижение. Он похож цветом, может быть, отличаться, но так лучше. То есть, мы протестили, то есть, мы завели две вариации, цветовые, под перент, да, чайлдами, посмотрели эффективность, и одну вариацию завели на отдельный листинг. То очень сильно большая разница, поэтому я всем рекомендую делать именно так. Есть специфические товары, которые так сделать нереально, в принципе, да, там размеры, там еще что-то, но в моем случае, если только цвет, да, меняется, то я бы рекомендовал отдельно продавать. Да, это накладно со старта, то есть, надо пул отзывов собирать, надо продвижением заниматься, но в итоге через месяц-полтора это окупается, и эффективность гораздо больше, чем просто чайлд под перентом и сеть. То есть, они или друг друга топят, не бывает два одинаковых, на самом деле, то есть, вот я, честно, свою историю видел один раз, когда, походу, какой-то чувак просто раскидал всех своих чайлда, и у него прям первая страница вся в его товары была, но чтобы, например, я видел две вариации в топ хотя бы первой страницы, я ни разу не видел. Тебе видел хоть раз такое? Вот реально не видел. По одному ключу, чтобы разные там, например, из одной вариации, но такого не бывает. Вот как раз человек спрашивает, какая вероятность, Александр спрашивает, какая вероятность выхода на первую страницу из 400 без индусов? Без проблем. Я практически без вихря вышел в 200-90 без арубля. По товару. Так что все зависит от товара, правильно? А в конкретном предложении? Да, чисто на рекламу. Ну вот и реклама. Никакого трафика, только трафик Амазона и только PPC рекламы. Вот пишут люди, Владимир, один ключ 320 долларов. Ну, ключ ключу рознь, я думаю, есть и сложные ключи, которые по 800 долларов стоят. 320 долларов это что? Один ключ. Это вывести и удерживать или просто вывести? Да, скорее всего, вывести там и удерживать не больше 10 дней. Я не знаю, 5 дней. Я просто реально не знаю. Я говорю, некоторым просто горит, реально надо там. Ну, мало ли, люди, я говорю, мы не принимаем сейчас заказы, мы доделаем старые, я даже у себя брошюру убрал на данный момент с расценками. То есть мы планируем наладить, то есть мы сейчас экспериментируем разные варианты и у нас сейчас на данный момент такие нестабильный выход просто. То есть есть нормально, есть ненормально. Пока стабильность нет, это не бизнес. Это бессмысленно. Тем более, еще раз говорю, так как мы делаем стопроцентный возврат денег, если мы не выводим, это как бы неинтересно. Вот. И за это мы сейчас просто прорабатываем, набираем статистику, надо понимание иметь. Вот. А по стоимости, ну, кому что нравится, я просто сказал, кого я знаю, кто сейчас на данный момент работает. Только одного. Кто... Я прокомментирую. Если это миллионник, то есть у меня есть ключи по 4 миллиона запроса в месяц. Если это миллионник, если это вот праздник какой-то конкретный заранее вывести в топ, 320 это не дорого. Да, согласен абсолютно. В один день окупится. И он очень быстро выводит еще в предачу. Раньше, по крайней мере, по 1 год, то есть он самый быстрый и он за это деньги, в принципе, брал. Я, честно могу сказать, я с ним всегда по этому поводу общался как раз о том, что я не люблю быстро выводить. Потому что чаще всего у моей статистической выборки было, чем быстрее выводим, тем быстрее падает. Но это, сейчас говорю, это чисто субъективное мнение. Так, ладно, не будем о нем. В принципе, он сейчас спит. Он во Владивостоке живет. Я вам сколько раз мы пытались провести лайф, и просто реально по времени никак. Он говорит, давай в воскресенье в 3 часа дня или там, в 2 часа дня. Я говорю, ты еще не засыпай его. Типа такого. Ну, ладно. Так, значит, спрашивают, выгоднее вложить в продвижение или запустить еще товар? Ну, ребята, тут же каждый товар надо отдельно рассматривать. Нельзя однозначно на этот вопрос ответить. Где товар лидером становится, там, драйвером продаж? Конечно, нужно вкладывать в продвижение, стараться его максимально поднять и умножить продажи. Если он покупается и так хорошо и растет органически, если дольешь туда в рекламу, дольешь продвижение, только умножишь. Но, опять же, до разумных пределов. Надо тестить, постоянно смотреть ключи. Если ключи стали, не идут, то нечего тратить на них денег. Переходить на другие. Если же ты видишь, что ты уперся, ну, как у меня было с продуктом, вот я вышел, 120 продаж в день, и все, ну, ну, не идет. И вихря туда дал, и это, ну, не хочет он расти. Ну, и все, заводим второй товар. То есть, надо измерять все деньгами. Я человек с математическим складом. Я считаю, сколько денег вложено, и какая эффективность. То есть, если в продвижение товара вложено, там, тысячи баксов, да, считаем, сколько мы за счет этого увеличили продажи в деньгах, только не в процентах, как привыкли люди. То есть, ты получил, там, бонусом трешку, да, в месяц. Хорошо. Значит, имеет смысл попробовать еще доложить тысячу продвижения. Или для поддержания результата, если там не растет больше. Если ты видишь, что новый товар, тебе надо, ну, заморозить денег, там, пятерку, да, и еще на вход нового товара, отзывы, сбор, там, реклама, настройка, пока она настроится, сжирает, это 7 тысяч, да. И опять же, ну, не факт, что он пойдет, да, этот товар. Тут надо взвешивать. То есть, я сейчас пошел, ну, мы с партнером приняли решение, пошли в ширину, потому что в нашей нише, ну, лютая ниша. То есть, рвань идет такая, что бестселлером стать практически нереально. То есть, надо иметь огромные ресурсы денежные, и не только денежные. То есть, пакистанцев своих надо, рабов тысячу человек иметь, чтобы, блин, они на тебя работали каждый день. Тогда может быть. Но я просто, ну, здравый человек, я анализирую своих конкурентов здраво. Честно. Я смотрю на своего конкурента, у него 9 тысяч отзывов. Ну, он год на рынке, да, с этим одним товаром. У меня там 5 товаров, да. Он все свои ресурсы бестселлера вкидывает в этот один товар. Я свои небольшие ресурсы вкидываю в 5 товаров. То есть, ну, тут надо здраво понимать, что, ну, победить его у меня будет невозможно. Поэтому мы идем и ищем интересные новые товары в этой же нише. Потому что эту нишу мы уже поняли, по крайней мере. Да, она сложная, но мы ее поняли. Стремно уже становится там заходить в какую-то другую нишу. Может быть, когда уже денег будет лишних там заработано, да, левых там десятка будет лежать без дела. Может, мы пойдем там покорять какую-то категорию уже там совсем другую. Есть идеи, в принципе, есть товары после Китая приехали. Вон, сумка каталогов со смежных ниш там. И вообще не относящихся к нашей. Поэтому, в принципе, ну, ребята, надо здраво смотреть на свои возможности, я призываю, финансовые. Потому что все привыкли там вот, есть такие ребята, вот у меня есть пятерка, что мне с ней делать? Ну, так нельзя подходить к бизнесу. То есть, если у тебя есть пятерка, надо уже начинать думать, где взять еще 5-10 инвестиций. То есть, друг, там, брат, отец, там, кто в тебя поверит, человек, партнера привлечься с деньгами. Ну, со стартом не рекомендую. Ну, как раз люди спрашивают на старте, сколько товаров и какой инвестиционный пакет, в принципе, сразу и запланировано было. Ну, мы планировали один товар заводить и было понимание, что это не больше 15 тысяч долларов должно быть потрачено. Ну, не просто потрачено, а завести товар в нужном количестве, там, в нужных вариациях, цвета пощупать и чтобы резерв был на следующую партию на продвижение. То есть, отсюда исходили, что мы завозим, там, первая партия у нас была 3 по 240, да, там, 3 разных цвета по 240 единиц, да, то есть, мы потратили, там, с логистикой, с этими, с первыми, там, тратами какими-то, да, на листинг, на оптимизацию, потратили, там, 7800, да, и у нас на резерве, то есть, грубо говоря, еще 7200 осталось. Ну, исходя из этого, можно было, там, двигаться. Но так получилось, что мы 2 месяца первый товар, то есть, вообще изучали, что такое Амазон, да, и потом уже резко мы увеличили объем инвестиций, там, до тридцатки, да, и ввели еще 2 партия.